Все началось в 2016 году, когда известный музыкант, легендарный скрипач Кидон Кремер гостил в Тбилиси. Он показал Сандро Кончелли работы из камушек, созданные и размещенные в интернете проживающим в серии скульптором и художником Низаром Алибадри. Тогда же поделился своей идеей. Новый музыкальный проект Кремер хотел посвятить теме беженцев и происходящим на Ближнем Востоке трагическим событиям. Война не заканчивается, не прекращается и поток беженцев. И как-то все это становится похожим на какой-то перманентный, бессрочный конфликт, неугасаемый очаг войны. Когда я увидел эти статуэтки, созданные из камешков, у меня появилась спонтанная, но логичная идея оживить эти статуэтки. С Низаром Алибадри, который по сей день живет в Сирии, связались по интернету с помощью его друга, говорящего на английском. Попросили разрешения на использование его работы. И тогда камешки потихоньку ожили и зашевелились. Беженцы взгромозили себе на плечи тяжелые узлы и понеслись прочь от дома. А влюбленные обнялись друг другом. Кремеру так понравились истории оживших камней, что было решено подобрать для них музыкальный фон из нескольких мелодий Карл Хайнца Штокхаусена из его известного цикла «Знаки Зодиака». А затем в проекте появилась и музыка Роберта Шумана. Этот проект существует в двух различных видах. Одна – телевизионная версия, которую надо было показать организаторам концертов. А первоначальная, так называемая оригинальная версия, рассчитана на концертный зал, где оркестр на сцене между историями вживую исполняет музыку Шумана. Презентация 25-минутного фильма «Картины с Востока» состоялась в Швейцарии. Но сам Низара Алибадри не смог на ней присутствовать. Ему, как потенциальному беженцу, отказали в визе. Зритель покидал зал в задумчивости. Музыка с анимацией рассказали большую и трагичную историю. Музыка с анимацией Средств для создания анимации беспредельно много. Она может быть очень острой, может быть крайне нежной, или тошнотворной, тягостной, а может и успокаивать. Я не вижу ограничений в анимации. Музыка с анимацией Фильм 13 раз монтировали, и лишь после 13-го раза поставили точку. Художник-дизайнер Нину Андреашвили сейчас вспоминает, что в своё время не могла представить, что движущиеся камешки могли бы рассказать такие эмоциональные истории. Несмотря на то, что я несколько раз смотрела этот фильм, каждый раз это вызывало удивительные эмоции. Уверена, он заставит человека, который его увидит, очень задуматься. Для меня самой эмоциональной была сцена о детях-беженцах, двигающихся в воде. Это был как раз тот период, когда утонули дети-мигрантов. Эта сцена была для меня очень тяжёлой. Я не думала, что будет так тяжело. Анимация, наверное, доступна человеку любого возраста, начиная с ребёнка. Она, наверное, самая простая, самая близкая для человека. Картины с Востока уже отправлены на кинофестивали в Торонто, Индианаполис и Лиссабона. А концертную версию этого фильма камерный оркестр Кремирата Балтика планирует включить в своё концертное турне 2017-18 годов. Кедона Кремера в Тбилиси ждут в декабре. Он приезжает в Грузию по приглашению Тбилисской государственной консерватории и в рамках новогодних праздников даст концерты. К этому времени планируется и премьера фильма для грузинского зрителя. Субтитры создавал DimaTorzok